добрый день приветствую всех на канале строй сам сегодня у нас обшивка дома брусового и сплит билл термо билл термо толщиной 6 сантиметров честно говоря где заказчик нашел я понятия не имею я обзвонил всех своих поставщиков было только два с половиной вот но будем сажать их на гвозди вот такие вот гвозди 4 на 120 гвозди шикерная оцинкованная вот с такой шайбочкой как я уже сказала мы впервые используем этот материал естественно прежде чем обшивать надо его чем-то нарезать если обычный заплат и тонко билл термо режется простым строительным ножом в этом случае это не прикатило мы попробовали также болгарку обычную пилу по дереву тоже все очень очень тяжело попробую паркетку паркеткой понравилось перед очень быстро очень точно очень лучше чем паркетка честно говоря наверно для этого материала нет сейчас мы отрезаем также пас ногу и будем сейчас монтировать материал на стены контакты коловой трубы труба трубу трубу трубы ну вот еще раз таких всяких нюансах повторю работаю с шестеркой первый раз вот такой толщины я вижу вот пробиваем на 120 гвозди до оцинкованные и какой тут маленький нюанс чтобы легче работать легче вставала видите я не пробиваю верхний ряд то есть чтобы его тут не могло зажать сильнее прижать то есть вот я нижний весь ряд забил верхний вставляю и тогда только начинаю прибивать так я избегаю все-таки заломов паза если все-таки такие могут случиться ну так принципе вряд ли но все-таки это брусовая стена если где-то в тяну ее чуть посильней то следующую тяжело засунуть а так вот она все-таки миллиметр два три пять но может сыграть вот вот такие нюансы здесь многие я видел в интернете ребята пазы оставляют их запенивают мы запенивать не стали мы просто вот сделали вот такой перехлёст то есть здесь отрезали и здесь отрезали то есть без всякой всякой пены я думаю вот эти сколько там три сантиметра на паз вряд ли сыграет какую-то роль в общей обшивке нашего дома поэтому такие нюансы ну а сейчас продолжаем обшивать дальше сейчас конечно пока ли легко на высоту роста а под крышу будет тяжелее ну и резки придется намного больше кстати еще в этом самом каркасном доме рекомендую тот делать в разбежку я думаю на бросовом доме это не сильно требуется но тем не менее мы все равно вот где могли там пустили но на длинной стене на короткой соответственно там не получится пускать в разбежку вот а здесь да все-таки пустили хотя говорю здесь на прочность конструкции это не влияет как говорят ребятам каркасном доме когда обшивают бивают каждую стойку то повышается повышается эта самая прочность до конструкции это правильно но здесь я думаю она ни на что не влияет гвозди прибиваются но сделали вот все-таки буду бить на 8 гвоздей потом еще будут трудности с обшивкой но уже решили наверно доска будет на 150 шириной она еще сильно прижмет подсайдинг чтобы сильно не играться но на какую величину честно говоря еще подумаем потому что с такой толщиной я еще не работал чтобы потом под рейку делать а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, одну стенку мы почти закончили Остальное все сделали Докуда пока достает Мой рост Ну вот, я думаю, конечно, завтра Ну, край послезавтра, сегодня дождь, обещают Несмотря на солнечную погоду Должны закончить Ну, вроде так, ничего получается Стык, да, я уже говорил У нас Мы все пазы обрезаем Нигде ничего не пеним То есть получается вот так вот Тут еще дырочка есть Но это вот не пришито, я уже говорил Ну вот, как-то так Продолжаем работать Ну вот, продолжаем зашивать Белтермой Эта страна практически готова Здесь мы уже Подбираемся под фронтон Ну, такая Белтерма, конечно Первый раз вижу Шестерочка Ну, эта страна у нас тоже уже Под крышу подведена Но верхнюю часть мы еще не зашивали Сейчас будем что-то придумывать А так, да, получается вроде бы неплохо Материал такой Более крепкий Чем два с половиной С которой привыкли все работать Вот Шел уже дождик То есть ничего совершенно не стало Она должна быть обработана парафинчиком То есть все вроде пока хорошо Крыльцо делали мы У меня было уже видео На вес И, естественно, мы сразу Оставили под Белтерму Вот И под сайдинг То есть никаких проблем Никаких особых вырезов Ну, кроме как На столб нам не потребовалось Как бы предусмотрели Все заранее Вот сейчас будем вылезать Под углом Под фронтон Лучшим друзей И в англепас Рудной маме И я мне Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот ее установка Вот ее установка Все, стало Ну вот практически дом готов Зашили под конек Со стропилами Придумали вот такую штучку То есть обошли каждую Ставили И между еще положили То есть получился Полностью теплый контр По самое-самое Вот По самую даже Гидроизолят Ветрозащиту Вот буквально осталось Работы минут на 30 И все Ну в принципе ушло Три дня На такой дом В принципе могли бы за два успеть Но там были маленькие проблемки Не было света Нечем было резать Поэтому Ну можно сказать Два с половиной дня Ну а вот Вблизи Как получается Эти большие Между стропилами Мы прибиваем Вот эти маленькие Нет Они раздробятся Но Они не вытягиваются Здесь находится паз Они в пазу А сверху наклон Не дает упасть Из-за стропил Ну вот Наш объект И завершен Если у кого-то Есть вопросы Просьба Задавайте В комментарии Питерские Могут звонить По телефону Ну и по всем вопросам Если что Обращайтесь С вами был Игорь Канал Строю сам Задавайте 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 Субтитры Редактор субтитров